15 лет назад весь мир начал заниматься микрофлорой. Понимаете, вот у нас так много микробов, и они так много для нас делают. Флакончик взяли, в рот набрали, прополоскали и проглотили. Иногда именно во время химиотерапии начинается диарея. Приходится приостанавливать лечение. А биовестин позволяет не останавливать это лечение. Это же соблюдение тайминга лечения. Значит, эффективность главной основной терапии будет существенно выше. Результат лечения, естественно, будет тоже выше. К кишечникам мы с окружающим миром общаемся больше, чем кожей. О планах на жизнь. О моих планах на жизнь. Конечно, ваших. Мне кажется, чем дольше я живу, тем больше у меня планов в этой жизни. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Гостью нашей студии приехала из Новосибирска. Доктор биологических наук Калмыкова Анна Ивановна. Здравствуйте, Анна Ивановна. Добрый день. Очень рада, что вы к нам добрались. У нас такая история произошла в нашем чате «Доброе место». Стал известен ваш продукт биовестин. Многие девочки его принимали во время химии и получили хорошие отзывы. Есть те, которые ничего не знали, но тоже захотели попробовать. И фактически это был ажиотаж просто. Сейчас его, наверное, применяют все. Ну, многие, по крайней мере, в нашем чате. Что же это за волшебный такой продукт биовестин? Ну, Ольга, прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что пригласили. Спасибо большое. Спасибо за теплый прием. Что же такое биовестин? Очень сложно сказать одним словом, что такое биовестин. Ну, в рамках понимания – это пробиотик. Ну, то есть пробиотик, который, если перевести «про-био», это называется «за жизнь». Вот продукт такой, я даже не называю его препаратом, потому что это действительно продукт. Это добавка к пище, к ежедневной пище, которая должна быть. Это жидкий пробиотик, который содержит в своем составе микроорганизмы бифидобактерии и продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов. Ну, вот как бы состав тоже ни о чем не говорит. Ну, есть там микробы, есть их продукты. А что дальше-то? Да. А дальше я хочу привести вам небольшой пример из нашей ранней-ранней жизни, когда только биовестин появился. И мы когда-то стояли на медицинском форуме. Это была такая ярмарка сибирская медицинская. Ко мне подошел священник. Такой ортодоксальный священник, один из основателей монастыря, небольшого такого монастыря, которых у нас много на Алтае. Он подошел с претензиями о том, что вот Бог дает человеку болезнь для того, чтобы он что-то осознал, а вы начинаете его лечить. А вот тогда ему сказала о том, что на самом деле биовестин, он реально возвращает человека в свое первозданное состояние. Вот как. То есть биовестин – это тот продукт, который позволяет нам оставаться теми, которыми мы должны были быть, невзирая на всю урбанизацию, которая вокруг нас. То есть он возвращает к тому состоянию, когда новорожденный ребеночек рождается, у него своя микрофлора. Когда рождается ребеночек от здоровой мамы, он формирует свою микрофлору, а микрофлора помогает формироваться иммунитету, и дальше ребеночек уже растет здоровым. Биовестин – это то, что есть биовестин на сегодняшний момент. Так. Я его определяю для себя именно таким образом. То есть вокруг нас куча всяких отрицательных вещей. Ну да. Кто-то живет в крупном городе. Это еще добавок, там вредное окружение, вредная окружающая среда изменилась. И даже в деревне люди, которые живут, там тоже меняется много, много вокруг. То есть биовестин, он для всех, в принципе. Биовестин, он для всех. Так как микрофлора есть у всех, и, соответственно, проблемы с микрофлорой могут быть у каждого, поэтому он для всех. Но наша программа, она, в общем-то, посвящена онкологическим заболеваниям, онкопациентам, врачам. Как влияет биовестин на онкопациентов, если они принимают, что с ними происходит? И в каких случаях? Вот опять небольшое такое лирическое отступление. На самом деле биовестин был разработан первоначально именно для коррекции микрофлоры. При нарушении микрофлоры, когда люди пили антибиотики, нарушается микрофлора. И у ребенка атопический дерматит. Вообще он был разработан, в принципе, его разрабатывала когда-то, конечно, в компании. Конечно, в коллективе мы разрабатывали. Но у меня была очень тяжелая проблема. Я много работала с антибиотиками. Когда родился мой старший сын, был жуткий атопический дерматит. Тогда был разработан биовестин. То есть он решает эту проблему? Вот у нас он эту проблему решил, да. И на сегодняшний момент он эту проблему решает. Мой сын на сегодняшний момент уже давно сам врач. Регулярно использует биовестин в качестве профилактики. И мы не задумывались о том, чтобы данный продукт рекомендовать пациентам с онкологией. В голову даже не приходило. Как это все? В голову, может быть, и приходило. Я подругу свою, которая была тяжелой онкологией, я лечила. Ну, давала биовестин в обязательном порядке. Все время ее лечения. Но вот в массы мы боялись, потому что у онкологов возникало опасение. Живой микроб как? Тут химиотерапия, тут резкое снижение иммунитета. Нельзя давать живые микроорганизмы. Поэтому некое опасение было. И мы серьезно занялись уже разработкой после того, как к нам начались звонки от пациентов. Я пью биовестин в какой дозировке? Скажите, как долго, как часто его нужно принимать? Вот тогда мы провели очень большую работу. Первое, по безопасности. Использование живых микроорганизмов. Провели работу, посмотрели всю литературу Японии, где бифидобактерии широко используются. Провели доклинические исследования. То есть это когда еще на животных мы специально моделировали у них рак. Проводили исследования по безопасности. Увидели механизмы действия. Или что это интересно за механизмы? Это восстановление и предупреждение распада кишечника. Именно вот кишечных ворсинок. То есть у нас есть методические рекомендации, о которых мы дальше поговорим. И там прямо на картинках видно. То есть получается биовестин влияет на ворсинки, которые у нас в кишечнике? Да. Он не дает им разрушиться под влиянием химиопрепаратов. То есть основная проблема, которую решает биовестин для онкопациентов, это нормальная работа кишечника? Это профилактика осложнений со стороны кишечника. Я не хочу, чтобы кто-то даже хотя бы близко подумал о том, что биовестин решает проблему онкологии. Ну да. Лечить онкологию – задача врача. В данной ситуации биовестин помогает избежать большинственных осложнений, которые связаны с работой кишечника или с инфекциями. Основой биовестина являются бифидобактерии, правильно? Да. А откуда они взялись вообще? Данный штамм бифидобактерий был выделен из кишечника здоровой новорожденной девочке. Лет 40 назад. Эта девочка давно уже выросла, здоровая, она вышла замуж, уехала с мужем жить в Канаду на сегодняшний момент. Но вот с тех пор, как выделили, увидели, что это очень хороший штамм микроба, очень хороший вид микроба, штамм микроба. Вот с тех пор его регулярно культивируют, регулярно проверяют, чтобы он не изменил свои свойства. И поддерживают постоянно и культивируют в искусственных условиях. Он хранится в Новосибирске. Он хранится в институте. У нас есть коллекция микроорганизмов в Москве. Вот в этой коллекции микроорганизмов он постоянно хранится. Мы регулярно его закупаем, мы его просматриваем, культивируем. И еще нужно сказать, что мы определили полностью геном нашего микроба. То есть генетические исследования нашего микроба провели на случай, если где-то там у него, где-нибудь там остались так называемые вектора патогенности. Вектор патогенности – это возможность вызвать заболевание у человека. Никаких векторов у нас нет, он не может вызвать никаких заболеваний. То есть вот безопасность у нас, мы все провели. А девочка это принимает биовестин? Я даже сейчас не знаю, принимает она биовестин или нет. Но когда ввела в Москве, то да, она принимала биовестин. То есть она о нем знала и… Так, это ее мама выделила этот штамп в свое время. Она работала в институте молочной промышленности и работает. Поэтому Марина называется МС-42, Марина Сундукова. 42-й вариант рабочий. Поэтому это вот все было разработано у нас в стране. И помогает он опять же нам в стране. Его знают и в Америке знают, и в Германии знают. То есть вывозят из России. В Болгарии на сегодняшний момент главный онколог Болгарии. И онкологи Болгарии очень хорошо знают биовестин и рекомендуют своим пациентам достаточно давно. Вот мы с ними работаем, наверное, уже лет 5. То есть Болгария рекомендует. Именно онкологи Болгарии рекомендуют биовестин. Еще одна гордость России. Да. Очень больно, по крайней мере, принимать пищу. Это тоже нужно вылечить. То есть биовестин может справиться и с этим. Но его просто надо применять или во рту надо? Я говорю о том, что биовестин нужно принимать пациентам с онкологией. Флакончик взяли, в рот набрали, прополоскали и проглотили. Ага. То есть для того, чтобы во рту тоже предупредить развитие стоматитов, мы прополоскали во рту и проглотили его. Биовестин. Это оптимальный вариант. Смотрите, почему это важно, чтобы не было осложнений. Это не только качество жизни. Это же соблюдение тайминга лечения. То есть что значит тайминг лечения? Это время, которое отведено на проведение процедуры и на реабилитацию пациента. То есть химиотерапия, она иногда циклическая. Да, да. Так вот, иногда именно во время химиотерапии начинается диарея. Приходится приостанавливать лечение. Да. А биовестин позволяет не останавливать это лечение. А продолжить. И получается тайминг, значит эффективность главной основной терапии, она будет существенно выше. Результат лечения, естественно, будет тоже выше. То есть это такое вспомогательное средство. Да, для того, чтобы эффективность основной терапии была действительно высокая. Это вот первое. Второе, что отмечают уже пациенты. При приеме биовестина увеличивается физическая активность. То есть усталость уходит. То есть гораздо больше человек может сделать. То есть просто апатия, усталость уходит. И улучшается настроение. И тоже кажется, это невозможно. Невероятно. Невероятно. Но вот когда? Это 15 лет назад весь мир начал заниматься микрофлорой. То есть до этого времени Россия начала заниматься. Впервые пробиотики. В 1961 году были изобретены. И даже произведены были бифидомбактерины, лактобактерины. Это вот Блохина впервые занималась этим. И тогда этим занимались только русские врачи, которые ничего не понимали. Ну, так как бы вот наши выходцы из России, врачи, приезжая на Запад, говорили, что вы ничего не понимаете. Микрофлора не важна. Важны только инфекционные микроорганизмы, которые вызывают инфекции. И вдруг 15 лет назад весь мир начал заниматься микрофлорой. И что вы видели? Что да, действительно заниматься микрофлорой крайне важно. Потому что микрофлора в том числе влияет и на работу головного мозга. И на настроение человека. Как это можно объяснить с точки зрения науки? С точки зрения науки? Да. Понимаете, вот у нас так много микробов. И они так много для нас делают. Они вырабатывают те биогенные амины в кишечнике. Или предшественники тех молекул, которые потом могут поступить в головной мозг и определить все наше настроение. Вместо шоколадки. Да, вместо шоколадки. Бактерия вместо шоколадки получат. Не фарш и шоколадка поможет, потому что эти же бактерии, они же могут съесть шоколадку, разложить, используя всяких разных не очень вкусных продуктов. Ну вот что такое банальный гизобактериоз, если мы говорим просто с вами определить. Кажется, ну микробы. Ну, одних меньше, одних больше, там плюс-минус миллион. Я обычно говорю, представьте себе летний день, жаркий летний день. Вы сварили вечером суп. Микробы, он горячий, оставили на плите, утром заработались и бежали на работу. Суп остался на столе. Вы приходите домой. Что вы видите крышку, когда открываете? Пену. Пену и невкусный запах. Да. Микробы поработали. Вы их туда дополнительно не бросали. Они у вас летают на кухне, эти микробы есть у вас в кишечнике. И если их много, если дисбактериоз, если нет нормальных микробов, а почему нет? Ну, вы либо пропили антибиотики перед этим, где-то там месяца 2-3 назад. И убили нормальных. Убили нормальную микрофлору. Остались вот эти микробы, которые всегда выживают. Патогены, болезнетворные микробы, они более живучие. Вы съели вкусный суп, а внутри переработали, этот суп переработался с образованием вот этой пены. Вот эти вот микробы, которые тоже его употребляют, и это продукт жизнедеятельности не очень благоприятных для нас микробов. А биовестина – это как раз благоприятные микробы. А биовестина – это хорошие микробы, которые убирают из кишечника вот эти болезнетворные микробы. При приеме биовестина сначала вытесняется болезнетворная флора, а потом уже восстанавливается сама слизистая кишечника. Ну вот понятно теперь, как на настроение может повлиять микроб, да? А как микроб может повлиять на иммунитет? Вот тоже как-то не очень понятно. Наверное, очень мало кто знает, что у органов иммуногенеза у нас очень много вот этих вот иммунных клеток вырабатывается именно в кишечнике. То есть наш иммунитет формируется там, в кишечнике. То есть вот самое главное место развития иммунитета, да? Ну, это самое главное место человека, потому что зародыш он формируется из кишечной трубки. То есть сначала образуется кишечная трубка, потом все остальное. То есть это начало-начал. И кишечником мы с окружающим миром общаемся больше, чем кожей. Потому что кишечник уже такой весь извитой, и его площадь больше, чем наша площадь кожи. А я раньше думала, что самые большие органы – это кожа у нас. Самый большой орган – площадь. Самая большая – это в кишечнике. Кишечник. И микробов там живет 3 килограмма у взрослого человека. Видите, вот 3 килограмма – это больше, чем любой другой орган человеческого организма. Ну да. И вот они осуществляют свою деятельность. И поскольку на слизистой оболочке кишечника есть органы иммуногенеза, органы, которые синтезируют иммунитет, ну, влияют на иммунитет, поддерживают иммунитет. При дисбактериозе вот слизистая кишечника страдает. Я не очень люблю термин «дырявый кишечник», но проницаемость кишечника изменяется. Больше поступает токсинов из кишечника, если есть проблемы дисбиоза. В токсинов кровь поступает? Конечно. Ну, вот этот вот прокисший суп в кишечнике, который образуется, это же токсины. Токсины, да. Они же идут в кровь, они идут в печень дальше. И, соответственно, вот когда идет нарушение микрофлоры кишечника, тогда и нарушаются вот эти вот клетки, которые формируют иммунитет. Если мы принимаем биовестин, он нормализует и микрофлору, он нормализует и слизистую оболочку кишечника, увеличивается количество полезных там клеток, которые хорошие клетки. То есть вот в кишечнике все эти ворсинки, они же тоже чем-то питаются, но они не могут питаться там супом и так далее. Для них в основном питание – это кислоты, летучие жирные кислоты, которые вырабатывает нормальная микрофлора, которые вырабатывают биовестин. Поэтому, используя биовестин, мы восстанавливаем клетки кишечника и восстанавливается иммунитет. Все очень просто. Если мы содержим наш кишечник в норме, если там хорошие микробы, то восстанавливается иммунитет. Или поддерживается иммунитет. Теперь ясно и понятно, то есть как биовестин связан с нашим иммунитетом, в первую очередь через кишечник, да, нормализуя состояние. Через кишечник, да, через кишечник. Ну, если мы хотим поддержать, опять же, местный иммунитет ротовой полости, то мы это тоже делаем. То есть полощем биовестином рот и глотаем его. Ну вот для меня это, например, сегодня открытие, то, что надо сначала прополоскать рот и потом проглотить. И, естественно, я еще получу дополнительный инструмент, потому что вот при моем лечении сейчас такая проблема тоже возникает. Спасибо вам огромное. Прям даже уже за это. А в какой момент наступает эффект от биовестина? Как он действует по срокам, по времени? Когда можно увидеть эффект? Смотрите, здесь тоже достаточно сложно сказать, это же не обезболивающий препарат. Приняли таблетку, боль прошла. Если уже есть проблема, например, диареи, то эффект мы можем увидеть максимум через день. Вот как. Хорошо. Если уже есть, через день, ну максимум два. Но нужно понимать, что, опять же, чем вызвана диарея. То есть здесь мы после, наверное, поговорим о дозировке в зависимости от этого. Там один флакон или два флакона мы используем. Если запор, то вполне возможно, что биовестина потребуется где-нибудь 3-5 дней. И мы будем видеть уже эффект в дальнейшем. А если человек относительно здоров, то у него как бы никаких проблем нет. То эффект он увидит намного позже. А в чем будет заключаться эффект для здорового человека? Ну, относительно здорового человека. Да, ну вот уже время пришло, как бы все гриппуют, у всех сопли текут, а он здоров. А он здоров. Да, вот. Действует иммунитет. Или же, если ребенок, например, пошел в детский садик, ходит, 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 ходит. И если он заболел, а дети в детском садике должны болеть, они должны формировать иммунитет. Но он заболел, и через 3 дня он опять здоров. То есть у него нет осложнений. Вот это эффект. А при стоматите, если? При стоматитах, но 2-3 дня стоматиты проходят. Мне очень сложно сказать, потому что вот те пациенты, которые были с онкологическими заболеваниями, если они были на биовестине, стоматитов практически не возникало. Но если вот говорить о маленьких детях, там, новорожденных, детей первого года жизни, у которых стоматит достаточно часто, ну, это 1-2 дня на биовестине, и все, и стоматита нет. Прекрасно. То есть это тоже нормализация местного иммунитета, активизация секреторного иммуноглобулина. Есть такое вот вещество у нас на слизистой оболочке, которое позволяет справляться с инфекцией, в том числе даже вот с грибковой инфекцией. Анна Ивановна, все больше и больше начинаю любить биовестин. То есть для меня новые горизонты использования открываются сейчас, как приятно. А когда лучше всего принимать биовестин? Вот я его, например, утром принимаю. А есть ли какие-то рекомендации? И в каких дозировках самое главное? По рекомендациям. Я все-таки предпочитаю принимать биовестин до еды. Это живые микроорганизмы. Нужно обязательно понимать, что это живые микроорганизмы. Они ничем не высушены. Они живые, не требовательны к условиям хранения, к окружающей среде. И, конечно, лучше всего принять их до еды, чтобы они успели пробежать 12-перстную кишку. Пока не очень кисло в желудке натощат. Ну, хотя бы минут за 15 до еды. Но это не обязательно. У людей, у которых высокая кислотность, на биовестин может быть реакция какая-то. Или там заболевание панкреатита. Панкреатит у них идет. Тогда можно просто после еды использовать биовестин. В течение дня это как вам удобно. Единственное требование – это все-таки разносим с антибиотиками или с химиотерапией хотя бы на 2 часа. Чтобы не сразу взяли антибиотик и запили биовестином. Так не нужно делать. А в дозировках каких? В дозировках. Стандартная дозировка – это человеку здоровому. Один флакончик в день. Если человек находится на химиотерапии, здесь индивидуальный подбор. От 1 до 5 флаконов в день можно использовать. Если мне так нравится вкус биовестина, я бы, наверное, если я 5 флаконов выпивать, ничего страшного в этом нет. Абсолютно ничего страшного. Это добавка к диете, которая, ну, никто же не говорит о том, что диета не лечит, да? Но у меня не будет вместо 3 кг 3,5 этих бактерий. В кишечнике строго ограничено количество рецепторов, на которые эти микроорганизмы способны прикрепиться. Все остальное будет жить в просвете кишечника и спокойненько уходить. Вот как интересно. То есть вот эти живые бактерии наши из биовестина занимают места в кишечнике. Да, выталкивают болезнетворных микробов и занимают их. А у них есть силы вытолкнуть этих болезнетворных? У них есть продукты обмена жизнедеятельности с помощью, ну, так называемой продукты метаболизма, с помощью которых они могут удалить патогенную или болезнетворную флору. То есть увидел бактерию, ну, как ишь отсюда, сейчас здесь я. Нет, они так это выработали для нее специально препарат какой-нибудь там вещество, но убежала из кишечника. Да, ой-ой, сдаюсь, сдаюсь. Да, капитуляйшн. Все, хорошо. Хорошо, это еще больше понимания возникает. Это так прям приятно, когда ты начинаешь понимать, как действует продукт. Для любого пациента важно, как действует продукт, который он потребляет. И вот сейчас становится понятно, вытесняются плохие бактерии и начинается работа. Да, начинается нормальная работа кишечника, такая, какая должна была быть. Очень хотелось бы сказать, почему это так актуально сегодня. Почему сегодня пробиотики стали так актуальны. Вот если мы с вами вспомним, как наши предки хранили продукты питания. Как? Как? Как в горшочках, наверное, каких-то в погребах. Ну, вот в Сибири ледники были, в Центральной России летом все растаивало. Ну, да. Сквашивали, сушили и солили. Да. А сегодня у нас есть сквашенные продукты питания? Ну, очень мало, есть только на рынке где-то там. Да, у нас очень мало сквашенных продуктов питания. Что такое сквашивание? Консервирование есть, но это не сквашивание. Консервирование – это консервант. Да. Вот опять же, когда мы говорим о консервантах. То есть у нас изменились продукты питания, у нас в основном появились консерванты. А организм-то тот же самый, а продукты… Ну, что такое консервант? Для чего он нужен в продукте? Чтобы там не развивались микробы. Он убивает микробы. Да. Ну, только ежедневно, потребляя громадное количество продуктов с консервантом… Мы своих микробов тоже убиваем. Мы своих микробов убиваем. Все правильно, вы ответили на этот вопрос. Поэтому нам регулярно нужно поступление на сегодняшний момент вот измени микробов. Может быть, лет через сто мы наконец-то опять придем к мысли, что нам консерванты не нужны, и нам нужно опять продукты, вот как нашей бабушке, дедушке, там, квасить. Тогда и не нужно. Консерванты мы употребляем не только вот в этих баночках, но и с фруктами и овощами, которые мы покупаем в развес. И даже нам кажется, что на рынке мы покупаем. Вы знаете, у меня тут недавно, я купила у бабушки с ее огорода огурцы и помидоры. Они на третий день потеряли свой внешний товарный вид. На третий день. Это нормально. И это нормально. А когда покупаешь огурчики с полки, они у тебя лежат месяц в холодильнике, и как живые, в общем-то. Ну, возникает вопрос. Ну, возникает. Нет, просто мало кто задумывается об этом. Если колбаса хранится месяц, а раньше она хранилась 72 часа, что в ней? Ну да, то же самое и с молоком, то же самое и с молочнокислыми продуктами. Поэтому наших микробов нужно беречь и регулярно восстанавливать. Но только с помощью огурцы. И это же касается, понимаете, мы говорим сейчас обо всем населении реально, но в моем понимании это будет еще и профилактика очень многих заболеваний, скорее всего, в том числе и онкологических заболеваний. Потому что токсинов будет гораздо меньше поступать, если мы будем регулярно заботиться о своих микробах. Да. Их будет меньше выделяться в организме этих токсинов, да? Благодаря тем неблагоприятным, опять же, микробам. Мне очень приятно, что я принимаю этот продукт, и у меня есть такое вот спокойствие относительно многих вещей. Вам спасибо. Спасибо. Это же… Вот на рынке очень много пробиотиков, и врачи выписывают, есть в капсулах, есть, которые надо растворять, есть… Вот чем ваш пробиотик уникален, чем он отличается от того, что есть на рынке? Ну, прежде всего, форма выпуска. Мы наши микробы не сушим. Вы единственные, кто не сушит? Нет, мы не единственные, у нас есть последователи. Есть еще несколько пробиотиков, наверное, в каждом… Ну, не в каждом городе, скорее, в Москве и Санкт-Петербурге можно еще найти дополнительно. Это… В Воронеже есть тоже, я знаю. Ну, в Воронеже биовестинов очень много. Воронежские врачи очень много работают с биовестинами. Причем самостоятельно нашли в аптеках и самостоятельно начали исследовать эти продукты. Что это означает? Первое, что означает – микробы живые. То есть этот микроб… Вот каждый микробиолог знает, что если мы берем высушенный микроорганизм и начинает с ним работать микробиолог, то свои свойства, этот высушенный микроб, свои базовые свойства, он начнет проявлять только через 2-3 пересева, а это через 3 суток. То есть выпил капсулу и, ну, получается, что… Ну, знаю. Сходил в туалет, если запора нет. Нет, ну, микробы там остались, но через 3 суток что там останется? Это вопрос. Для меня это вопрос. Я не понимаю этого. То есть вот именно этим. И плюс продукты метаболизма. То есть есть такой, на сегодняшний момент, вы можете там почитать, есть метабиотики, начали разрабатывать метабиотики даже. То есть это… Ну, вот есть даже такой продукт, я не знаю, можно говорить или нет, где нет живых микробов, есть только продукты метаболизма. То есть микроб переработал что-то, это собрали и его… Да, да. Что он дает? У нас все вместе. А что он дает? Продукты метаболизма. Продукты метаболизма, они как раз влияют на состояние кишечных ворсинок. Ага. Нет, это тоже хорошая вещь. Это тоже очень хорошая вещь. Я, например, когда ко мне там обращаются с вопросами по профилактике, там, дисбиоза, ну, дополнительными продуктами питания, я всегда спрашиваю, а квашеная капуста у вас на столе есть? Это вот продукты сок квашеной капусты, это продукты метаболизма. Метаболизма. Конечно. Это же микробное брожение квашеной капусты. Только без уксуса, пожалуйста, да? Метаболизма. Это тоже вот продукты метаболизма. И, собственно говоря, этим биовестина отличается. Есть и живые микробы, и продукты метаболизма. То есть его можно… Во-первых, микробы, мы их проглотили, они не погибают полностью в желудке, естественно, они уходят в тонкую кишку, в толстую кишку. Они работают. То есть и плюс продукты метаболизма их работают. И они живые, они пришли в кишечник, нашли себе местечко. И сразу же начинают делиться, размножаться, увеличивать свое потомство. Это первое. И второе – это, конечно, так называемый штамм микроба. Тоже очень важно. Что такое штамм? Это крайне важно. Что такое штамм? Это разновидность микроба. Но чтобы было понятно, я вот приведу так вот на собаках. Давайте. Вот есть терьеры, да? Их много терьеров. И у каждого из них есть свои свойства. Вот есть бультерьер. Это там бойцовая собака, которая может загрызть там и человека, и всего. И есть той терьер, который, ну, максимум, что может это полаять. Да, и она больше ничего. Там в сумочке где-нибудь живет. Вот так и микробы, даже бифидобактерии. Среди них есть той терьеры, которые в состоянии, попадая в кишечник, выселить оттуда, выгнать оттуда все болезнетворные микробы, заселиться и помогать человеку. А есть те, которые придут в кишечник. Могут пальчиком погрозить и все. Могут погрозить пальчиком и очень долго размножаются, не успевая за счет чего. То есть у них просто разные свойства. Менее агрессивные получаются. Ну, они как бы вот меньше борются. Они действительно вот погрозили пальчиком, но надо больше послушались их или не послушались их, это уже другой вопрос. Так вот, в биовестине так удачно складываются есть продукты метаболизма, есть тот штамм, который действительно очень активен. За счет этого биовестин на сегодняшний момент действительно, ну, очень хороший пробиотик. Маленькие воины такие. Ну, скорее, да. Которые, с одной стороны, воины, для одних воины, а для других это очень хорошие защитники. Да. То есть для клеток организма человек это очень хорошие защитники. Вот, биовестин – это защитник, получается. Хочется поговорить о доказательной базе по биовестину. Вот для меня-то уже все очевидно, я его пью. А те, которые ни разу не применяли, конечно бы, им было интересно узнать. Были ли клинические исследования, что в этом плане есть? Ну, сказать о том, что… Ну, я уже сказала о том, что биовестин – это продукт питания. И говорить о том, что какие-то есть, должны для него быть клинические исследования, наверное, неправильно. Но у нас все есть. Поскольку наша фирма, ну, там в основном научные сотрудники, все научные сотрудники. Это Новосибирский Академгородок. А сейчас мы входим в технопарки, биотехнопарки, резиденты технопарков всех Академгородковских наших. То у нас мы начали с того, что начали изучать эффективность. И вот эта книга, которая стоит, это монография ведущих наших специалистов, которая как раз более-менее рассказывает о механизмах действия пробиотиков. И в ней собраны клинические доказательства клинической эффективности биовестинов при самых разных патологиях. У нас есть громадное количество методических рекомендаций. То есть, вернее, не у нас, а по поводу биовестина. Это выпускают медицинские институты по стране. Иногда мы об этом узнаем только из интернета. Вот я находила в интернете диссертацию по эффективности биовестина при лечении туберкулеза. Вот так. Или на сегодняшний момент вот здесь есть методические рекомендации у нас. Ну, прежде всего, более уж мы говорим об онкологии, все-таки нужно понимать, что использование биовестинов для профилактики энтероколита, как раз вот на фоне противоопухолевой терапии, для этого есть обоснования, это методические рекомендации кафедры онкологии Новосибирского медицинского университета нашего. Есть методические рекомендации отоларингологов, то есть лор-врачей, которые используют биовести, ну, у них это методическая рекомендация, тоже кафедры выпустила, для использования при хронических очагах инфекции глотки и, соответственно, той патологии хронической, которая сопряжена, ну, с танзелитами, так скажем. Кстати, еще и получается, что и благоприятное воздействие на горло идет, да, на связки, наверное, тоже. Конечно. Прополаскивая рот, проглатывая, мы же нормализуем и микрофлору ротоглотки, соответственно. Да, она тоже есть. Да, восстанавливаем местный иммунитет. А с желудком как быть? Вот гастриты там, вот это вот. Есть исследования в Красноярске с гастрододенитой, и там были, правда, единственные детки. Смотрели на детках, давали им биовестины, и эффективность существенно выше, чем при стандартной терапии. Очень хорошо. То есть, вот, если есть болезнь, то биовестины используются, опять же, как сопроводительная диета, терапия. И за счет того, что нормализуется микрофлора, за счет того, что позитивно влияет на иммунитет, существенно быстрее восстанавливается человек, и время ремиссии удлиняется. Ой, как. Даже при… вот сейчас, опять же, Воронеже, говорили о Воронеже, совершенно случайно заговорили, там есть урологи, которые много работают с биовестинами. При самых разных заболеваниях, в том числе, для, казалось бы, вот совершенно необычных, ну, вот даже с моей точки зрения, лечения циститов и простатитов. Стандартная терапия вместе с биовестинами позволяет существенно быстрее эти заболевания вылечить и увеличить безрецидивный период. И, Ольга, простите, вот перебью, очень хочу сказать по поводу, опять же, онкологических пациентов. То есть наши рекомендации не заканчивают биовестин только во время химиотерапии. Всем, наверное, понятно, известно, что после любой химиотерапии нарушается работа иммунитета. Конечно. И вот этот восстановительный период, период реабилитации, он очень важен. С биовестином его пройти намного проще, намного быстрее. То есть уже после того, как прошла химиотерапия, уже вроде бы все хорошо, замечательно, биовестин продолжаем принимать, может быть, в меньшей дозировке. Если вы там три флакона пили, один флакон, но длительно. Анна Ивановна, но ведь его можно же не прекращать принимать. Это же никак не... Можно. Это же, в общем-то, можно и просто сделать его, как чашку кофе кто-то без нее жить не может. То же самое вместо чашки кофе только биовестин. Ну, можно. Ну, наверное, будет параллельно. Да? Сначала биовестин, потом чашку кофе или чай. Потому что привычки-то у нас достаточно такие. Ну, вы знаете, если бы у меня был выбор, то я бы сделала его в пользу биовестина. Мне, правда, очень понравился вкус. Ну, и я свято верю в то, что моя пищеварительная система надежных... Я не знаю, у микробов есть руки? Ну, что-то у надежных под защитой. У микробов есть речь. Они общаются друг с другом. Общаются? Они общаются друг с другом. Каким образом? Биохимическими. Они биохимически друг с другом общаются. В атаку. Ну, наверное, выгоним одного. Давайте останемся дружить или так далее. Ну, да, да. Договариваются между собой. Они договариваются между собой. Иногда против человека. Но если есть биовестин, то в основном за человека. Как интересно. Такая интересная аналогия. Хорошо. Ну, вот биовестин, он состоит из нескольких видов. Чем они друг от друга отличаются? Вот у нас здесь биовестин, биовестин А, и есть еще биовестин Лакта. Биовестин Лакта. Биовестин, обычный биовестин, это только бифидобактерии в достаточно высокой концентрации. Это высокая концентрация. Биовестин А мы сделали концентрацию чуть ниже. Оставили те же самые метаболиты, а концентрацию микробов сделали, ну, на порядок ниже. На самом деле, это, ну, вот, и биовестин, это БАТ, биовестин А, это как продукт питания идет. На самом деле, ну, сделано было когда-то, когда вот мы начинали заниматься с онкологическими пациентами, то же самое, врачи нас перепугали, мы решили, давайте уберем немножко количество микробов. На самом деле, можно использовать либо тот, либо другой продукт. Биовестин Лакта отличается тем, что туда входит состав и бифидобактерии, и лактобактерии дополнительно. А лактобактерии – это что такое? Лактобактерии, ну, у нас же много видов бактерий, самых разных. Вот есть бифидобактерии, есть лактобактерии. Ну, в основном, вот, лактобактерии, мы привыкли к тому, те микробы, которые сквашивают молоко. Лактобактерии, хотя это не так. Молочно-кислое брожение – это вот, и когда сквашивание идет, там тоже молочно-кислые участвуют. То есть они по всей нашей жизни есть. Единственное, с лактобактериями мы можем встретиться где угодно. Даже пошли сорвали яблоко, там будут лактобактерии. Для бифидобактерий их вот просто в природе встретить невозможно. Это кишечник млекопитающихся, и все. То есть кишечник человека. То есть они вот просто так вот их на листочках не сорвешь. Не сорвешь. А лакто можно? Лакто можно, они есть везде, лактобактерии. А цель вот этого лакто… У них более высокая антагонистическая активность. И лактобактерии – это активность борьбы против всеми вредными микробами. А, то есть вот лактобиовестин, он усилен в том плане, что если хоть какая-то непонятная бактерия есть, то есть вот я не могу сказать точно там в днях, но примерно так вот. Если там вот для того, чтобы побороть какого-нибудь микроба, вредного микроба, а биовестину нужно, например, 5 дней, то лакто через 2 дня борется. Я, может, сейчас какую-то глупость скажу. Ну вот, допустим, есть кишечная палочка, которая часто встречается, да, там, если особенно любители общественного питания, очень здорово это все происходит, попадание. Вот. Биовестин справляется с этим? Справляется с этим. А лактобиовестин, наверное, за одну минуту сегодняшний этажа. Да нет, тоже все сложно. С микробами ведь намного-намного все сложнее. Понимаете, еще зависит от того, сколько тех кишечных палочек съешь. То есть, ну, вот в институтах обычно, когда нам преподают, говорят о том, что вот если вы там выпили стакан воды, в котором содержатся, ну, тысячи холерных мебрионов, вот этих вот микробов, которые вызывают холеру, ну, вы не заметили. А вот если в стакане воды будет миллион, тогда вы заболеете, да? Поэтому здесь все сложно. Почему мы остановились у онкологических пациенток на бифидобактериях? Бифидобактерии не вызывают заболевания никогда. А лактобактерии, ну, есть вероятность, в природе есть случаи заболевания с помощью лактобактерии. То есть, они могут переобуться в любой момент и сказать, что это нам не нравится этот организм больше. Тут же все сложно, но, знаете, вот береженого Бог бережет, да? Поэтому биовестина, он безвреден. Безвреден, абсолютно безвреден. Безвреден, пей, ешь сколько хочешь. Да, можно петь, есть сколько угодно. А соглашивать можно биовестина? Нет. Нет? Бифидобактерии живут в отсутствии кислорода. Мало того, что в отсутствии кислорода, им нужны и специальные факторы для роста. Вот их очень много у новороженного ребенка. Да. Ну, у него животик не болит. Он на мамином молочке. Там бифидус-факторы, специальные факторы, которые активизируют рост бифидобактерий. Поэтому их приходится добавлять в молоко. Это сложный процесс технологический. Мы производим, мы сначала туда добавляем определенные вещества, потом полностью убираем растворенный кислород, делаем атмосферу с СО2, с углекислым газом, и только тогда они будут выращиваться. В общем, не так просто биовестин поставить на полке. Вырастить бифидобактерии дома нереально. Невозможно. Невозможно. Хорошо. А вот биовестин – очень востребованный продукт среди тех, кто его попробовал. Но есть сложности с приобретением. Почему такое происходит? Чем это связано? Ну, вот происходит это по одной простой причине. Я уже сказала, что биовестин – это живой продукт. И, естественно, там условия хранения. Во-первых, сроки хранения – 2,5 месяца срок жизни биовестина. Условия хранения – это холодильник. Обязательный холодильник. Условия доставки. А на сегодняшний момент даже не все аптеки работают с продуктом, у которого есть короткий срок хранения. Им это не очень удобно. Поэтому, конечно, не везде биовестин можно купить. Но у нас есть горячая линия в фирме. Она есть и в интернете, она есть на всех флагах. У нас будет ссылочка на ваш сайт в описании. То есть там можно заказать. И у нас сейчас, к счастью, с доставкой проще. Либо мы связываемся с тем представителем фирмы в ближайшем городе, и уже к вам тогда будет доставляться. И все. Потому что именно потому, что это живой продукт, так сложно с дистрибьюцией, его не поставишь в каждую аптеку. Да. Ну, потому что сроки годности. Сроки годности и транспортировка – это все. У нас она отлажена. То есть у нас обязательно есть контейнеры, термоконтейнеры с хладоагентами. Это все. Но вот в каждой аптеке сложно поставить. Хорошо. Анна Ивановна, а что вы посоветуете нашим зрителям? Наша аудитория – это онкопациенты в большей степени. Ну, что я могу сказать всем. Это не сдаваться. Никогда не сдаваться. Это первое и самое главное. Никогда не сдаваться. Верить в то, что всегда все будет хорошо. Все проходит. Пройдет и та ситуация, которая есть в данный момент, которая есть у каждого. И самое главное – держаться. Держаться. Пытаться не бросать лечения. Ни в коем случае не бросать лечения. Следить за собой. Очень важно следить за своим состоянием. И не замыкаться в своем кругу. Общаться с родными, близкими. Делиться с ними своими переживаниями. Делиться с ними своими волнениями. Ходить в те организации, которых много сегодня. Онкопациентские. Онкопациентских организаций. Их очень много. Где тебе всегда помогут. Где разрешат твои сомнения, вопросы. Это самое главное. Анна Ивановна, у нас есть еще традиционный вопрос о планах на жизнь. Моих планах на жизнь? Конечно, ваших. Мне кажется, чем дольше я живу, тем больше у меня планов в этой жизни. Сейчас я хочу создать новый продукт, который позволит дольше храниться. Потому что востребованность биовестина, она действительно все выше и выше. И вот последние наши данные о том, что если его давать в садиках биовестина, давать в садиках, то дети существенно меньше болеют. Ну, наверное, это нужно для населения. Это первое. Второе. У меня достаточно большой опыт. Поэтому я сейчас пока по совместительству устроилась с профессором. Я преподаю в институте. Ну и еще куча-куча всего. Куча всяких женских задач, которые на сегодняшний вдруг вот перед всеми нами открылась возможность и вспомнить о том, что мы женщины, заняться там женскими какими-то вопросами. Поэтому, знаете, вот чем дольше живешь, тем понимаешь, что жизнь жутко интересная вещь. Ты очень много не знаешь, очень много не попробовал. Как здорово. Так приятно. Ну, в свою очередь, я, наверное, тоже хочу про употребление биовестина рассказать немножечко, прям буквально чуть-чуть сегодня. Вот вчера я была в дороге целый день. И, естественно, у меня были проблемы с питанием. И где-то там водички газированные с химией наверняка, орешки и вот это вот все. А ночью я проснулась, вот ближе к утру, от боли в желудке. Две бутылочки биовестина избавили меня вот от этого дискомфорта. И сейчас я сижу, себя прекрасно чувствую, благодаря опять же этим бутылочкам. Ну и вообще у меня были, всегда были опасения, когда какие-то препараты я принимала, у меня слабое место – это гастрит хронический. И мое слабое место – это желудок. И вот с помощью биовестина я сейчас не испытываю дискомфорта по поводу приема препаратов, которые у меня, вот сейчас я на лечении нахожусь, у меня рецидив, я нахожусь на лечении, пью два вида лекарств и укол. И вот эти вот два вида лекарств всегда у всех опасения относительно желудка. Именно желудка. Я справляюсь, уже третий курс, и вот что, что, а желудок меня в этом отношении не беспокоит. И я благодарна очень вам, вашей компании. И многие девочки из нашего чата тоже очень благодарны тому, что вы делаете вот для нас. Сейчас очень много биовестинов пьют, вот пациенты с лекарствами, очень много ответов идет. Я не знаю, с чем это связано, но мне буквально человек 20, наверное, уже позвонили и сказали, что на фоне биовестина снижается тошнота. Особенно если вот есть женщины, которые биовестина буквально по глоточку пьют в течение дня. Когда они в моготу сильно тошнят, выпил два глоточка биовестина – легче стало, выпил – опять легче стало. Возможно, вот в данной ситуации, я просто не могу это пока объяснить с точки зрения науки, но вот тошнота на биовестине тоже беспокоит гораздо меньше, чем без биовестина. У меня то же самое, потому что на третьем курсе я начала чувствовать тошноту, но вот биовестина, видимо, снимает. У меня бывают такие перерывы, так как у него сроки хранения особенные, я не всегда могу там с собой в какую-то поездку взять, если куда-то в теплое место. Не переживайте, берете спокойно. В сумки можно перевезти, просто потом в холодильник не забыть поставить. Дорогие друзья, биовестина – очень классная штука и проверена мной и моими подругами. Если не пробовали, попробуйте, не пожалеете. А у нас для вас, Анна Ивановна, есть подарок. У нас был гость в студии Сергей Федоров. Он вообще преодолел четвертую стадию рака, когда врачи ему никаких шансов не оставляли. Он написал книгу «Баловень судьбы. Как я пережил рак». И вот передаем ее вам от Сергея Федорова. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Что ж, мы прощаемся с вами. Берегите себя, своих близких, думайте о здоровье. И не теряйте, как сказала Анна Ивановна, надежды, бодрости духа, не опускайте руки. Спасибо.